В головном мозге есть маленькая железа, которая называется эпифис. Или шишковидная железа. Все дело в том, что если посмотреть на нее, то в своей форме она очень напоминает сосновую шишку. Эта железа действительно маленькая у взрослого человека, и масса составляет всего лишь 200 мг. В ночное время синтез мелатонина идет значительно активней. Ночью производится примерно в 30 раз больше мелатонина, чем днем. Пик производства мелатонина приходится на 2 часа ночи. Но подождите, Сергей, но если он вырабатывается ночью, а что днем никак нельзя, как вообще в дневное время суток его вырабатывает? На самом деле, не так давно ученые установили, что мелатонин вырабатывается не только в эпифисе. В действительности оказалось, что в организме человека, в его легких стенках кишечника присутствуют клетки, которые также вырабатывают мелатонин. Поэтому принято разделять клетки, синтезирующие мелатонин, на центральные, которые расположены в эпифизе, и на периферические, которые рассеяны по всему организму. Именно эти клетки выделяют мелатонин в дневное время. Для таких случаев ученые изобрели препараты на основе мелатонина. Вот такие вот препараты, которые рекомендуют принимать людям, в которых, например, есть бессонница в связи с возрастным снижением синтеза мелатонина. Известно, что у людей с возрастом его уровень становится все меньше и меньше. Дело в том, что мелатонин с возрастом у человека вырабатывается в значительно меньшем количестве. Поэтому пожилым людям для улучшения сна также рекомендуется прием мелатонина. Ну, и причастные смене часовых поясов, которые также на нашем организме сказываются весьма пагубно, также рекомендуют прием мелатонин. А скажите, какая дозировка вообще, как его принимать, противопоказания, вы вообще можете поподробнее обо всем? Конечно. В большинстве случаев дозировка мелатонина составляет 3 мг в одной таблетке. И чаще всего это либо таблетки, либо капсулы. Капсулы вот такие. А таблетки вот такие. Все дело в том, что некоторое количество этого вещества распадается под действием желудочного сока, поэтому прием препаратов в капсулы более эффективен, потому что капсулы растворяются только в кишечнике, в челочной среде мелатонин не разрушается. А сколько необходимо принимать? Ну, поскольку дозировка достаточно стандартная, это 3 мг, рекомендуют одну такую таблетку при смене двух часовых поясов. Соответственно, если вы сменили 6 часовых поясов, то рекомендуют трех таких таблеток. Значит, получается, что средства от бессонницы найдены? Это есть мелатонин? Совершенно верно. Но это еще далеко не все. У мелатонина существует огромное количество полезных свойств. Я вам сейчас о них расскажу. Первое такое полезное свойство мелатонин является антиоксидантом. Все дело в том, что если мы с вами посмотрим, то ежесекундно в каждой клетке нашего организма образуются вредные вещества. Они называются свободные радикалы. Они образуются и могут повреждать как стенку клетки, так и ее ДНК, что может приводить к перерождению клетки. Мелатонин захватывает свободные радикалы, связывает их, и они не могут влиять на ДНК клетки. А это означает, что вероятность перерождения клетки значительно ниже. Мелатонин существенно уменьшает риск онкологических заболеваний. Все дело в том, что мелатонин блокирует рецепторы клетки, которые вызывают ее деление. И это в первую очередь касается клеток злокачественных. Поэтому мелатонин, блокируя деление таких атипичных клеток, существенно снижает риск проникновения опухолевых заболеваний. Мелатонин также влияет на работу иммунной системы. Все дело в том, что клетки нашей иммунной системы, лейкоциты, циркулируют в крови. Если в наш организм попадает какая-то инфекция, иммунные клетки нейтрализуют ее. Так вот, мелатонин стимулирует наши иммунные клетки, они становятся более активными и их становится больше. И это естественно приводит к тому, что наш организм становится более устойчивым к инфекционным заболеваниям. Ученые также установили, что у людей, которые страдают от депрессии в головном мозге, резко снижен уровень мелатонина. Проводили исследования и они показали, что если люди с депрессией употребляют мелатонин, это приводит к снижению симптомов депрессии. Депресс становится более оптимистичным. Ну и помимо всего этого, мелатонин также обладает противострессовым действием. Все дело в том, что когда мы с вами нервничаем, наши наточники начинают выделять кортизон в гормонах стресса, он разрушительно влияет на организм человека. Мелатонин блокирует этот процесс, уровень кортизола становится меньше, а это значит, что наш организм сохраняется в лучшем состоянии. Сергей, у меня складывается ощущение, что это какой-то вообще универсальный эликсир бессмертия, какая-то панацея. Я вот хочу задать вопрос, может он и на продолжительные жизни влияет? Вы знаете, что удивительно действительно влияет. Пока исследования проводили в основном на животных, но они показывают, что действительно увеличение продолжительности жизни при добавлении мелатонина в пищу происходит. Некоторые животные демонстрировали очень существенную прибавку в продолжительности жизни, например, 200% для некоторых клещиковых. Большинство животных демонстрировали прибавку от 30 до 70%, пока по расчётам данного устремления мелатонина может увеличить продолжительность жизни человека примерно на 20%. Скажите, вот у меня есть бабушка, ей далеко за 80%, она не летает, ничего, так может и есть кто-то принимать? Ну, в действительности, если у неё есть проблема со сном, то есть нарушен синтез мелатонина, действительно это может помочь. Но в любом случае необходимо проконсультироваться со врачом неврологом, относительно того, какой именно препарат будет ей более полезен. Спасибо вам большое, Сергей, что рассказали о таком замечательном препарате. Я теперь приступлю к своей работе с новыми силами, с новыми знаниями. Надеюсь, что вся эта бессонница пройдёт благодаря этому замечательному лекарству. Спасибо ещё раз. Ну, на здоровье.